МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И то можно улететь только из Москвы. Последние чартерные рейсы были закрыты 22 марта. Теперь невозможно даже улететь в Таиланд. И вот сегодня мы будем беседовать с экспертом о том, а что дальше будет в туристической отрасли, есть ли возможность вернуть деньги за путевки, и как это можно сделать. И у нас сегодня в гостях Наталья Беловородова, исполнительный директор туристического бюро. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Все, за границей закрыто. Все чартерные рейсы вплоть до 20 апреля приостановлены. Действуют только вывозные рейсы. В ближайшие даты туроператоры заберут всех туристов с курортов. Но компенсация в этом случае будет или нет? Сложно сказать. То есть все-таки туроператоры сейчас работают над более глобальной задачей, потому что затрачиваются определенные ресурсы, чтобы сформировать досрочные чартеры и забрать туристов в полном объеме и в ближайшее время. Конечно, по возвращении можно обращаться уже в индивидуальном порядке к туроператору и смотреть, какие возможны компенсации в данном случае. Вот смотрите, сейчас есть перечень помощи к туристическому бизнесу. И там прописана такая очень интересная строка. Все деньги, потраченные людьми на путевки, отправляются на некие депозиты. То есть вы никуда не улетели, но путевка у вас куплена, то деньги вернуть невозможно? Практически да. Это вынужденная мера. И мы говорим о вынужденной мере, которая была принята все-таки туроператорами в силу форс-мажорных обстоятельств. То есть это обстоятельства непреодолимой силы, когда существует угроза жизни непосредственно туристу. Но это признано уже форс-мажором? Видите, юридически это очень такой сложный термин, но тем не менее о нем в последнее время все больше и больше говорят. И особенно в сфере туризма. Приняты вот такие меры. Возврат денежных средств на данный момент пока невозможен. Есть большой плюс в этой ситуации, тем не менее. Какой вы видите плюс? Я пока не вижу плюсов. Например, турист не улетел буквально вчера. И по сути дела, когда аннулируется эта поездка, то уже фактически понесенные расходы составляют 100%. И чартовный билет забронирован и выкуплен, и отель где-то за границей оплачен, и он несет какие-то убытки при аннуляции данного тура. Но туроператор берет на себя, так скажем, такие обязательства. Вся сумма, которая была уплачена данным туристам, она депонируется. То есть эти денежные средства за ним сохраняются с расчетом на будущий перенос сроков поездки. А, понятно. То есть человек просто-напросто за ту же самую сумму потом может улететь где-нибудь летом, если будет все нормально, там осенью. А до какого периода это все? Вплоть до конца 2021 года. То есть средства людей заморожены больше, чем на полтора года? Возможность переноса, возможность переноса поездки при смене сроков, смене направления поездки. Если ситуация стабилизируется в туристической отрасли в целом, может быть, туроператоры пересмотрят условия взаимоотношений? Человек – это все-таки такой сомнительный плюс. Я понимаю, если ты действительно хочешь отдохнуть, и ты уже зарезервировал деньги, и они тебе, скажем так, они у тебя свободны, ну ладно, можно подождать. Только потом предложите ли вы мне за эти деньги тот же самый тур? Потому что мы видим, что происходит с долларом, с евро. Вы потом мне скажете, что извини, пожалуйста, но в пять звезд уже нельзя, но в четыре, в три мы тебя сможем отправить. Это тоже такой сомнительный плюс. А тогда зачем туроператоры это делают? Для того, чтобы сохранить денежные средства, а не аннулировать и не оставить туриста без и путевки, и денег. То есть если бы сейчас это было воспринято, то в таком случае можно было все закрыть? Ну, обратимся к мировому опыту. То есть мы знаем, какое потрясение на туристическом рынке сейчас испытывает вся Европа, и, например, ассоциация туроператоров Бельгии, Швеции и ряда других стран, они приняли совершенно другие меры. Они все объявили форс-мажором и объявили туристам о невозможности возвращения денег. Не улетел, не улетел? Да. И деньги в форс-мажор? Так случилось. То есть никто не мог предполагать начало пандемии. То есть да, к сожалению, так случилось. То есть наши туроператоры еще, скажем так... Наши туроператоры... Более гуманны по отношению к туристу, нежели зарубежные. Хорошо. Но в таком случае я понимаю, что и туроператорам это выгодно, если мы рассчитаем экономически, потому что это каким-то образом все-таки сохраняет бизнес, поддерживает. Не придется сейчас выкладывать кучу денег людям, и потом непонятно, что будет происходить дальше. На ваш взгляд, что дальше будет с туристическим рынком? С агентствами, с теми же? С агентствами, да. Такой вот интересный вопрос, потому что по сути это микробизнес, да, так скажем, средний микробизнес. Да, да. Но в худшем случае, если ситуация будет затягиваться на долгий период, к сожалению, будут закрываться, потому что есть обязательства по платежам, по, как правило, да, многие турагентства арендуют, да, какие-то помещения. Но на туристах это не скажется, насколько я понимаю, потому что все равно за все путевки отвечает не турагентство, а туроператор. Понятно. То есть если туроператор, вот если туроператор закроется... Если туроператор обанкротится, да, это совершенно другая ситуация. Мы с вами когда созванивались, я приглашал вас себе на интервью, у нас, мне удалось сразу поговорить, потому что вы меня огорошили, сказали, что у вас туристы, чего не ожидал, в принципе. Пришли деньги возвращать? Нет, туристы пришли посоветоваться по летнему отдыху. И, ну, на самом деле сейчас сложно говорить о предстоящих поездках куда-то за рубеж. И разговариваем о внутреннем туризме. Есть надежда, что именно вот летний период, как туристический сезон, все-таки состоится. Будет ли действительно там большая переориентация на внутренний туризм? Или нет? Пока такого спроса рынок не показывает. Во-первых, нужно применять во внимание, что люди в ожидании информации. Вы согласитесь с тем, что иногда цены на местный отдых, они по сравнению с зарубежным, то, что предлагают за те же деньги зарубежные курорты, они, ну, как-то неоправданно завышены? Безусловно. Но тут надо тоже понимать о том, что ценовая политика, да, и, опять же, количество и спрос. То есть количество турецких отелей на побережье, которые за, условно, 100 евро в день предлагают вам и all-inclusive, и бассейны, и горки, и море рядом, да, и за те же 100 евро, ну, какая-то условная база под Красноярском, но это только домик, прогулка по лесу, в лучшем случае там завтрак. Как вы считаете, вот что будет дальше с местным туристическим рынком? Потому что сейчас, вот на мой взгляд, есть два направления. Либо турбазы пойдут навстречу туристам, и даже избалованному туристу, и попытаются каким-то образом привлечь его к себе, то есть жить нормально. Либо сейчас просто пойдут вверх цены, и, скажем так, местные, те, кто занимаются туризмом, попытаются сорвать куш в этой ситуации. Как вы думаете, как будет развиваться? Я в меньшей степени думаю, что коллеги, которые работают на местном рынке, которые управляют базами, пойдут на какое-то неадекватное повышение стоимости, потому что это совсем не то, что ожидает от них население. В правильном ракурсе было бы, конечно, оставить цены на прежнем уровне, либо к этим же ценам, бонусам, предлагать какие-то интересные дополнительные. Но я думаю, что стоит ожидать и интерес к этому направлению, но тогда и базы или санатории должны быть готовыми к этому интересу и оправдать надежды, да, собственно говоря, предстоящего туриста. Турция. Очень интересная такая ситуация, потому что в это время всегда шло раннее бронирование турецкого направления. Турция сейчас ограничивает въезд к себе. А что происходит с туристическим направлением? Турция взяла паузу. Они тоже сейчас ввели карантинные меры непосредственно в тех отелях, которые, тем не менее, и весь зимний сезон работали, и сейчас были открыты. Но они закрываются, они проводят санитарные какие-то мероприятия. Но продажи идут или нет? Продажи на летний сезон открыты. Есть. Они сейчас все-таки застопорились из-за того, что люди хотят получить более полноценную информацию, когда ограничительные меры у нас в первую очередь закончатся. То есть люди просто не покупают ничего? Люди просто пока, вот на данный момент, не покупают. Как вы думаете, вот насколько хватит запаса у туристической отрасли Красноярска? По оценке вы все равно общаетесь с коллегами для того, чтобы пережить этот период. Насколько примерно хватит? Месяц-два? Ну, у крупных туристических компаний может хватить и на полгода. У мелких, я думаю, месяц-два это самое большое. Те меры поддержки, которые сейчас обещает правительство, они уже как-то вас коснулись? Нет, пока никаким образом не коснулись. В большей степени они затронут, ну и дай бог, их получат туроператоры и авиаперевозчики. Потому что все-таки они ориентированы вот на тот сегмент. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Хочется пожелать удачи. И здесь, в принципе, мы все заинтересованы, чтобы побыстрее закончился вот этот вот период изоляции и начались нормальные туристические поездки хотя бы внутри страны. Все-таки, да. Я пожелаю всем здоровья. И только от этого будет зависеть наше общее будущее. Наталья Белобородова, исполнитель и директор туристического бюро. Сегодня была у нас в гостях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин